Инженеры, студенты и школьники представили научные проекты в рамках конференции «Большая химия. Панорама перспектив» на Уралхимпласте. Работа лицистки Ани Хаматхановой связана со сбережением здоровья. Она изучала, как снизить токсичность древесно-стружечных стройматериалов. Целью нашей работы является определение влияния растительных добавок в раха на эмиссию формальтегида в древесно-стружечных изделиях. Химия у Ани – любимый предмет. Исследование для своего проекта проводилось здесь же, на Уралхимпласте. В научно-техническом центре предприятия для школьников и студентов проводят мастер-классы. Была и практическая часть, также мы приехали сюда в лабораторию. С нами была Ирина Николаевна, она помогала. И мы работали на настоящих приборах с настоящими смолами и скребраха. Инженер научно-технического центра Уралхимпласта Александр Шабалин представил на конференции метод налива при нанесении смолы в производстве фанеры. Способ более современный и экономичный по сравнению с прежним, контактным. Смолу для такого метода производят всего три предприятия в мире, в том числе Уралхимпласт. Мы предложили решение для экономии. То есть тем самым они достигнут экономии, вот именно по расходу смолы, экономия в деньгах. Соответственно, они будут брать больше смолы у нас, а не у наших конкурентов, которые, допустим, расход у них будет выше. Пусть даже на два килограмма, на куб фанеры, но это будут уже значительные деньги. Поэтому здесь мы можем сказать вне конкуренции. В научной работе Уралхимпласт сотрудничает с такими вузами, как Политехнический институт и Лицотехнический университет. Их студенты также представили свои доклады на конференции. Кроме того, руководство предприятия планирует расширить взаимодействие со школами. Работа с вузами, со школами – это как раз инвестиции в интеллект. Инвестиции всегда связаны со временем. Идея есть, чтобы работа была не только с одним лицеем, но и с другими школами. То, что связано, конечно же, с химией, мы в этом специалисты, поэтому мы будем продолжать эту работу обязательно. Александр Мешков, Михаил Крюков, Елена Самойлова. Новости Тагил-ТВ.